Задолго до начала фестиваля вокруг красной ковровой дорожки толпились десятки людей, известных актеров, режиссеров и звездных членов жюри. Поклонники ожидали больше часа. Каждый выход из залп аплодисментов. Сразу после ковровой дорожки актеры делятся впечатлениями. Я никогда не была в Ярославле. Я думала, что он намного дальше от Москвы, если честно. И когда приехала, я, к сожалению, еще не увидела город в том объеме, в котором хотелось бы. Посетить Ярославль. Я давно об этом мечтал. Это старинный, красивый, интересный город. У меня здесь много друзей. Очень многие здесь учились в театральном училище ярославском. 12-й международный кинофестиваль в кругу семьи в этом году собрал известных актеров и режиссеров из 14 стран мира и практически всех континентов нашей планеты. За время смотров зрителям представлено 18 кинокартин. Многие из них представляют режиссеры-дебютанты. Мне очень нравится Ярославль. Также безумно интересно участвовать в этом фестивале. Мой фильм побывал уже во многих странах, и для меня очень престижно показать его российскому зрителю. Пожалуй, больше всего пришлось попотеть членам жюри. В каждой картине нужно оценить актерскую игру и режиссерскую работу, аргументировать свою позицию и поставить оценку. Я сначала думал, что быть председателем жюри – это легко, знаете, там, смотреть фильмы, что-то записывать. Нет. Надо, во-первых, распределять общее мнение, потому что кто-то думает, все думают по-разному. Не обошелся фестивали без сюрпризов. С премьерой картины «Жили-были» в Ярославль прибыл известный актер и продюсер Федор Добронравов. Первым кинолентой увидел именно ярославский зритель. В Ярославле очень воспитанный зритель, что бывает крайне редко. А здесь он годами, 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 годами воспитан и театром. И поэтому ваше мнение зрителя Ярославского для меня очень важно. Спустя неделю фестиваля, с уверенностью можно сказать, фестиваль прогремел на всю Ярославскую область. Со спектаклями и кинопоказами его участники побывали в девяти городах региона. И, конечно же, рассказали о том самом главном, что есть у каждого из нас. У людей, особенно у подрастающего поколения, формируется в голове такое понятие, что для того, чтобы хорошо жить, не обязательно создавать семью, не обязательно создавать дом. Дом можно как-то жить, перекатить полем и все будет нормально. Возможно. Так многие делают и у многих получается. Но, знаю по опыту, все равно возвращаешься к тому, что семья, дом, тепло, очаг, дети – это самое важное. В кругу семьи это не только кинопоказы и спектакли. За всю неделю фестиваля прошло шесть круглых столов на темы, связанные с развитием и укреплением семейных ценностей. А итоги фестиваля будут подведены уже сегодня. Первый Ярославский, как всегда, покажет самые яркие моменты закрытия первым. Дарья Смирнова, Денис Ромашов, Денис Лосев и Денис Сахаров. День в событиях.